С вами канал Учебник Слух. География, 8 класс. Тема урока – природные зоны Арктики и Субарктики. Эта природная зона отсутствует в материковой части нашей страны. Арктические пустыни занимают острова и архипелаги Северного Ледовитого океана. Царство снега и льда называют страной белого безмолвия. И это очень точное название. Как это ясно из названия, природная зона расположена в условиях арктического климата. Среднегодовая температура воздуха здесь отрицательная, хотя в летние дни она может подниматься немного выше нуля. Поэтому все осадки в течение года выпадают в виде снега. Снег, накапливаясь, превращается в лед. С этим процессом мы уже познакомились. На земле Франца Иосифа, Новой Земле, Северной Земле и острове Врангеля широко развито покровное оледенение. Климат новосибирских островов не менее суров, но здесь снега выпадает гораздо меньше, что затрудняет образование ледяного покрова. На большей части островов Арктики и в наше время продолжается ледниковый период. Зимой Северный Ледовитый океан замерзает, и вся его поверхность превращается в ледяной щит, над которым белыми куполами возвышаются редкие острова. Летом моря частично освобождаются ото льда. В это время на море можно встретить плавучие льдины и ледяные поля. Климатические условия здесь неблагоприятны для развития почв и растительности. На островах растут лишь примитивные лишайники. Но в океане все по-другому. Вода в нем, конечно, очень холодная. Тем не менее прибрежные воды богаты рыбой, что привлекает многочисленных морских хищников. Тюлени, моржи и белые медведи – самые крупные представители животного мира арктических пустынь. Наиболее многочисленными обитателями этой природной зоны являются морские птицы. На скалистых берегах островов находятся птичьи базары, где летом гнездятся кайры, белые чайки, глупыши, гаги. Южные берега земли Франца Иосифа, западные берега Новой Земли, полностью заняты птичьими базарами. Зона тундры располагается на побережье морей Северного Ледовитого океана севернее Полярного круга. Лишь на северо-востоке страны тундра располагается значительно южнее Полярного круга, выходит к побережьям Берингово и Охотского морей. Это связано с ослаблением влияния Атлантики и усилением континентальности климата в этой части России. А континентальный климат – это суровый климат. Для тундры характерна долгая зима, которая отличается сильными морозами и ветрами. Морозы держатся от 6 до 9 месяцев в году. Температуры воздуха в тундре в азиатской части страны иногда достигают минус 52 градусов Цельсия. В европейской части России таких морозов в тундре не бывает, хотя и здесь зимы очень холодные. Лето короткое и прохладное. Практически в любой месяц лета возможны заморозки и выпадения снега. Несмотря на обилие солнечного света, летние температуры воздуха в тундре не превышают плюс 10 градусов, поскольку солнце даже в полдень стоит низко над горизонтом и земная поверхность получает мало тепла. На весь облик природы тундры оказывает влияние многолетняя мерзлота. Летом оттаивает только верхний слой грунта, под которым горные породы остаются промерзшими. Поэтому дождевые и талые воды не могут глубоко просачиваться. Лето прохладное, значит и испариться эти воды не могут. Вот и превращается летом тундра в сплошное болото. Условия для формирования почв в тундре неблагоприятны. Низкие температуры и сильное переувлажнение поверхности сдерживают процессы накопления в почве питательных веществ. Зональным типом почв для зоны тундры являются тундрово-глеевые почвы, отличающиеся очень низким 2-3% содержанием гумуса. Тем не менее, и на этих неплодородных почвах развивается растительность. Зимой, конечно, ее не видно под снегом, но весной суровый пейзаж тундры оживляют многочисленные неяркие цветы. В составе растительности преобладают влаголюбивые виды – осоки, мхи и лишайники. В арктической пустыне лишайники плоские, представляют собой зеленые пятна на камнях. В тундре лишайники образуют толстый покров. Особенно этим отличается ягель – лишайник, который часто называют оленьем-мхом. В тундре растет несколько видов кустарничков – полярная ива, карликовая береза и другие. Неблагоприятные климатические условия, прежде всего очень низкие зимние температуры и сильные ветры, определяют внешний облик растений. Их высота составляет 30-40 см, то есть не превышает толщины снежного покрова. Неприкрытое снегом растение будет просто срезано ветром. Корневая система неглубоко проникает в почву, ведь за лето оттаивает только незначительный верхний слой грунта, ниже которого залегает слой многолетней мерзлых пород, куда корни, конечно, проникнуть не могут. Вот и получается, что полный рост всех тундровых растений, в том числе и полярных ив и берез, невелик – от макушки до самых нижних корней, всего несколько десятков сантиметров. Тундра – гигантская круглогодичное пастбище для северных оленей. Северные олени – самые крупные обитатели зоны тундры. Вообще в тундре обитают два совершенно разных типа травоядных животных. Первый составляют крупные сильные животные, которые в зимнее время способны разгребать снег и таким образом добираться до зеленой травы. К таким животным как раз и относится северный олень. Второй тип тундровых животных – мелкие грызуны, которые проводят зиму под снегом, надолго впадая в спячку. Это мыши и лемминги. Каждому из этих типов животных соответствуют свои хищники. На олени охотятся полярные волки, которые мало отличаются от своих лесных собратьев. Они несколько уступают им в росте и зимой меняют окрас, становясь почти белыми. На мелких обитателей тундры охотятся песцы и белые полярные совы. Южнее тундры узкой полосой 200-300 километров простирается леса тундра. От тундры она отличается тем, что в ней можно встретить небольшие островки леса. Чаще всего они возникают по долинам рек или за возвышенностями, защищающими их от сильных и холодных зимних ветров. Леса эти не густые, деревья в них невысокие и чахлые. Это следствие близкого расположения многолетней мерзлоты, переувлажнения почв, малого их плодородия и суровых климатических условий. Повторим главное. Главная закономерность смены географических зон в России – это четкое очередование лесных и безлесных зон. Крайний север страны занимают две безлесные зоны – арктические пустыни и тундра. Арктические пустыни занимают острова Северного Ледовитого океана. Весь год здесь отмечаются отрицательные температуры, поэтому почти полностью отсутствует растительность и почвенный покров. Жизнь всех обитателей этих районов связана с морем. Прибрежные воды богаты рыбой, что привлекает многочисленных хищников – птиц, тюлени, моржей. А обитающий здесь белый медведь является крупнейшим сухопутным хищником планеты. Граница зоны тундры примерно совпадает с полярным кругом и опускается южнее его только на побережье Берингово и Охотского морей. Поверхность тундры сильно заболочена и покрыта низкорослой влаголюбивой растительностью, в основном травянистой. Тундра является гигантским круглогодичным пастбищем для северных оленей.